на азербайджан армянском направлении на линии соприкосновения вновь вспыхнули боевые действия нужно сказать что это очередная военная кампания является продолжением победный для азербайджана войны 2016 года до она была короткой но она имеет имела тогда далеко идущие политические геополитические и психологические последствия благодаря поддержке турции азербайджан смог отбросить армянскую армию и армию так называемой народно-карабахской непризнанной республики со стратегических высот и в внушить оптимизм в то что рано или поздно карабах и 7 отторгнутых районов азербайджана рано или поздно вернуться в родную азербайджанскую гавань надо сказать что этот конфликт является не только продолжением короткой войны 2016 года но и того международного положения тех внутренних проблем во в которой погружены армения азербайджан турция россия иран и остальные страны которые так или иначе косвенно или прямо будут участвовать в этом противостоянии надо отметить что международная так называемая стабильность сейчас летит в тартарары система и архитектура международных отношений полностью дезавуирована он как институт совещательный и институт принятия коллективных решений перестал фактически существовать и трамп сейчас на наших глазах вбивает вот эти вот ржавые гвозди в гроб после ялтинского мира который был определен в 1945 году как основа международного порядка очевидно что рано или поздно это должно было случиться и вот на наших глазах все это происходит по сути говоря по 45 года спустя 72 года это серьезный такой цикл сакральный цикл который 2017 году закончился в общем то после того как трамп окончательно официально вступил в должность президента мирового жандарма соединенных штатов тогда стало понятно что пост ялтинская на история картография политическая картография уходит грядет что-то новое но пока что-то новое не выстроилась пока но не смогло соорганизоваться мир будет входить в такую общую хаотизацию будет нарастать напряженность война всех против всех в общем то как всегда те кто более или менее понимает в историческом процессе поймут о чем я сейчас говорю если концентрироваться на нашей основной тематике то стоит сказать что со стороны армении сейчас предпринимаются судорожные попытки заручиться поддержкой россии армения является членом у дкб россии выступала гарантии безопасности армении и сохранение статус-кво согласно которому так называемый нагорный карабах не признает никто и сама армения не признает другие страны не признают но сохраняет вот это вот статус-кво при котором армения фактически является куратором этого пространства как сообщают пашинян кинулся звонить владимиру путину с просьбой помочь но тот развел руками что нагорный карабах официально де юре является частью азербайджана поэтому здесь не может помочь а еще один так называемый администратор ереванского армянского проекта франция конечно подталкивал армению на более активные действия на геополитическом направлении на театре военных действий но тоже судя по всему франция не решится прям по серьезному открытую вступить в конфликт в то время как турция заявила о своей солидарности о своей поддержке братскому азербайджанскому народу и благодаря ее открытой публичной дипломатической военной позиции армения оказалась растерянной подавленной хотя ее науськивала и армянское лобби во франции армянское лобби в соединенных штатах они всячески наращивали а градус противостояния провоцировали в том числе азербайджан и это стоит рассматривать в в геополитической широте противостояния турции и франции не секрет об этом мы не раз и не два говорили о том что на средиземноморье турция столкнулась с парижем и франция всячески втягивает этот в этот антитурецкий союз различные силы прежде всего это греция это конечно же армения ливия хафтара той структуры которая выступает на стороне тех сил которые противятся приходу к власти их ванов и поэтому стоит рассматривать противостояние армении азербайджана в контексте большой геополитической игры чего ожидать по сути говоря апелляция пашинянок у дкб организация договора коллективной безопасности не увенчались успехом о дкб что греха таить является очень рух рыхлый очень вялой структурой которая не может выступать большим игроком да она являлась и является в какой-то степени рукой москвы но рука москвы сейчас слабеет ее хватку уже не то есть масса всевозможных проблем это белоруссия украина низшая точка взаимоотношений сейчас у москвы с европой соединенными штатами и поэтому у москвы просто не хватает возможностей силенок для того чтобы отвечать на вызовы на всех направлениях и в том числе на южном направлении поэтому вряд ли еревану стоит ждать серьезной поддержки со стороны москвы хотя какая-то помощь конечно будет оказаны нельзя учитывать и сбрасывается счетов тот факт что макрон буквально недавно заочно разругался с путиным и этот факт конечно тоже будет носить негативную ноту в общем хоре в общем оркестре антиазербайджанских сил потому что тут очевидным образом выстраивалась линия париж москва ереван афины но в в бурлеске всевозможных вот этих событий которые мы перечислили этот союз пока не представляется возможным по крайней мере крепким и таким вот дружным средиземноморский конфликт в который втянута франция и турция кипр греция ливия а сейчас если и будет затухать то только на время судя по всему такая диспозиция будет еще продолжаться порядка полугода по крайней мере до определения того кто станет президентом соединенных штатов если выборы состоятся уже там через полтора месяца то вот это выборная вся процедура чехарда создачей а мандата или продление мандата трампу хотя трамп тут уже не двусмысленно заявил о том что случае проигрыша он не собирается уходить с поста главы белого дома это серьезный вызов для американской системы и придется видимо на нагнетать гражданское противостояние внутри поэтому уход вот это вот мирового арбитра конечно ввергает различные айкумены различные локальные территории в такую на войну всех против всех и так чего же нам ожидать от нового обострения конфликта в азербайджане и армении я более чем убежден что азербайджан при поддержке турции сможет отвоевать свои территории сможет вновь выйти на какие-то стратегические высоты и в политическом смысле также взбодриться в политическом смысле повысить капитализацию а собственного курса на а сближение с турцией во первых и во вторых на решение наконец-то этого злополучного карабахского вопроса сейчас спустя пару дней мировая система встряхнет перхоть с волос и конечно будет говорить о необходимости решения мирным путем этого конфликта будет всячески давить на турцию на азербайджан чтобы не допустить их победы но так или иначе историческая победа грядет потому что эти земли которые были незаконно отторгнуты армянской страной будут рано или поздно возвращены таков неминуемый исторический ход и отнекиваться от этого нету никакого смысла ситуация в глобальном плане меняется буквально на наших глазах она даже растекается не на месяц она недели и те кто вчера были еще в аутсайде сегодня могут быть фаворе сегодня могут быть среди лидеров сегодня могут быть среди тех кто определяет лик исторического процесса уже сейчас мы наблюдаем как армянской лобби который очень плотно представлена в различных элитных стратах российского правящего на класса будь то медиа будь то бизнес будь то управленческая составляющая мишустин собственно говоря является армянином симонян который возглавляет крупнейший медиахолдинг сейчас будут оказывать всевозможное давление по всем фронтам будут лоббировать интересы еревана хотя с недавнего времени отношения еревана и москвы обострились но стратегически конечно вот эти вот представители армянского лобби будут делать все чтобы понизить возможность победы азербайджан и чтобы максимально усложнить азербайджану азербайджанской диаспоре жизнь в россии и через различные каналы влияния каналы давления будет предпринимать все возможные действия для того чтобы не допустить реванша азербайджан и для того чтобы они вновь вернули себе утерянные земли ведь